Ненецкий автономный округ вошел в число лидеров по реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» по итогам 2021 года. Награждение глав регионов-лидеров состоялось в рамках транспортной недели в Москве. Выпускников общеобразовательных школ в будущем году ждет ряд изменений в проведении единого государственного экзамена по русскому языку. Коробку добра установили в торговом центре «Дружба». Любой желающий может опустить в бокс наборы для рисования, книги, пазлы, карандаши, фломастеры и раскраски. Подарки отправят в детское отделение больницы. Семнадцать новых случаев заболевания COVID-19 выявили у жителей Заполярья за минувшие сутки. В их числе два привозных случая из Москвы. По информации регионального управления Роспотребнадзора, с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 3075 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Выздоровели с начала пандемии 2762 человека. За прошедшие сутки 8 человек. В регионе зарегистрирован 71 летальный исход от коронавируса. В настоящее время на лечении с диагнозом COVID-19 подтвержденным результатами ПЦР-лаборатории уровня референс находится 260 человек. Еще у трех пациентов коронавирус подтвержден результатами исследований методом иммуноферментного анализа. В целом на лечении в регионе находится 263 человека. Из них стационарное лечение получат 32 человека, амбулаторное – 231. На учете в Управлении Роспотребнадзора состоит 1181 человек. Напоминаем, что в Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности и ПСТ-эпидконтроля в аэропорту Наринмара на посадочных площадках в Нижней Пёше, Оме и Неси. Обязательный масочный режим, система QR-кодов при посещении общественных мест и мероприятий. Ненецкий автономный округ вошел в число лидеров по реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» по итогам 2021 года. Награждение глав регионов лидеров состоялось в рамках транспортной недели в Москве. Памятные награды и дипломы субъектам, достигших наилучших показателей в 2021 году, вручили первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Киренко. Помощник президента Российской Федерации, секретарь Государственного совета Российской Федерации Игорь Левитин, а также заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснулин. Награду Ненецкого автономного округа принял губернатор Юрий Бездудный. Ненецкий автономный округ стал лучшим в номинации лидер по контрактации объектов. Марат Хуснулин поблагодарил за работу глав регионов, прилагающих максимальное усилие к достижению главной цели нацпроекта, повышению качества жизни россиян и пожелал успеха в следующем дорожном сезоне. Напомним, за три года реализации национального проекта в 84 субъектах к нормативу приведено порядка 48 тысяч километров автодорог. Общая площадь укладки дорожного покрытия составляет 400 миллионов квадратных метров. Эта цифра соизмерна с площадью 56 тысяч футбольных полей или площадью одного из европейских государств. Отдельное внимание уделяется повышению безопасности на дорогах. Устанавливаются и модернизируются светофорные объекты, дорожные знаки, барьерные ограждения, камеры фото, видеофиксации, автоматические комплексы весогабаритного контроля. Структуру и содержание единого государственного экзамена по русскому языку в 2022 году внесут изменения. Серьезных преобразований ЕГЭ пока не предвидится, однако ряд существенных поправок будут. Что поменяется, разбиралась моя коллега Ольга Русул. До выпускных экзаменов еще более полугода, но 11-классница Елизавета Панова уже занялась подготовкой вплотную. Будущую профессию девушка пока не выбрала на 100%, но определилась с направлением, в котором хочет получать дальнейшие знания. А для этого ей необходимо сдать единый государственный экзамен по русскому языку, математике, информатике и обществознанию. Все говорят, что ЕГЭ по русскому языку немного усложнилось, и вот из-за чего я и стала брать курсы, потому что, правда, когда открыла пробник первый, я немножко напугала, напугали меня все задания, и я решила, что лучше немножко перестраховаться. Елизавета к экзаменам по русскому готовится в школе с учителем. Кроме того, занимается на онлайн-уроках. Если бы что-то изменили в ЕГЭ и в правилах русского языка, мечтает выпускница, то пусть это будут исключения из правил. Я бы убрала исключения, потому что их очень много, довольно-таки, исключений. И я просто, у меня более технический склад ума, и если есть правила, то я действую по правилам. И вот эти исключения меня немного пугают. Напомню, что ЕГЭ по русскому языку состоит из двух частей. В первой части 26 заданий. Вторая часть — сочинение. Задача экспертов, которые проверяют сочинение, и сделать это максимально объективно. Как выглядит единый государственный экзамен по русскому языку? Первое задание — это текст. И к нему даны три задания. Четвертое и пятое, чтобы выполнить задание, ребята должны знать основные паронимы. Для этого опубликован словарь паронимов на сайте ФИПИ и словарь орфоэпических норм. Шестое задание проверяет лексические нормы. Седьмое — грамматико-морфологические. Восьмое — грамматические нормы. С девятого по пятнадцатое задания проверяют умение выполнять орфографический анализ текста. С шестнадцатого по двадцать первое задание — умение выполнять пунктационный анализ. С двадцать второго по двадцать шестое — комплексная работа с текстом. И двадцать седьмое — сочинение. За первую часть можно получить 33 балла, за вторую — 25. За всю работу — 58. На весь экзамен отводится три с половиной часа. Что касается изменений... Во-первых, все задания этого года будут базового характера. Это очень важно, это большое изменение. Кроме того, раньше за шестнадцатое задание ребята получали два балла, а теперь один балл. Ну и таким образом первичный балл изменился с 59 баллов до 58. В целом характеристики сохранены, отмечает методист. Увеличили материал для проверки умения производить пунктационный анализ в девятнадцатом задании. Исключено задание, где требовалось сжимать текст. Это объективно, потому что в ОГЭ, это экзамен девятиклассников, там уже есть такое задание, где они должны написать сжатое изложение. Кроме того, изменена формулировка, оценивание задания номер 16 и расширен спектр языкового материала в задании номер 19. Кроме того, количество первичных баллов понижено с 59 до 58. Уточнили критерии и оценочные баллы сочинения 70-150 слов. Расширили спектр возможных заданий в 16 номере. Где требуется раскрытие скобок в предложениях. Существенных изменений в ЕГЭ 2020 года по русскому языку нет. Если подготовиться, то экзамен пройдет успешно, уверена Ольга Бароненко. Ольга Русулла, Антон Водряков, Телеканал «Север». 2017 года в Наринмаре на улице Победы был установлен памятник подвигу воинов-оленеводов 1941-1945 годов. В этом году мероприятия пройдут в режиме онлайн. Отрадно сегодня, что к нам присоединяется и Мало-Ненецкий автономный округ, и Мурманская область. Сегодня мы в этом плане взаимодействуем и надеемся, что мы 20 числа в режиме ВКС проведем общее мероприятие, которое нас объединит. Конечно, цель, в первую очередь, это профилактика тех событий, тех мероприятий, которые, к сожалению, идут на нашу территорию. Это искажение фактов, это искажение исторических событий, которые были, милее место быть в годы страшной войны. И те семьи, которые потеряли своих родных, близких, которые не вернулись, отдать память и, конечно, сегодня их вспомнить. Наша цель – это помнить, гордиться, чтить, уважать и, конечно же, это все передать подрастающему поколению. Задачей Лены транспортных эшелонов была доставка на передовую фронта груза, в том числе продовольствия, оружия и снарядов. Они также вывозили сбитые самолеты, перевозили раненых, участвовали в разведывательных и диверсионных операциях. В состав олено-лыжных и олено-транспортных эшелонов входили оленеводы, коренные жители Ненецкого округа и Республики Коми. С помощью оленей с линии фронта и из глубокого тыла противника вывезено более 10 тысяч раненых солдат. Оленные батальоны перевозили на передний край 8 тысяч бойцов и 17 тысяч тонн боеприпасов. Более половины участников и оленей олено-транспортных эшелонов были из Ненецкого округа. А Карельский фронт стал единственным участником сражения Великой Отечественной войны, на котором фашистские захватчики не смогли захватить государственную границу СССР. В Наринмаре продолжается прием заявок на окружной конкурс «Доброволец Ненецкого автономного округа». Принять участие в конкурсе могут организации или граждане, которые в течение года принимали участие в добровольческой деятельности. Конкурс «Доброволец Ненецкого автономного округа» проводится в регионе в третий раз. Конкурс проводится по четырем номинациям. Это «Доброволец Ненецкого автономного округа», «Лучший руководитель волонтерского объединения», «Лучшая волонтерская команда» и «Лучший социально значимый проект». Основной целью конкурса является демонстрация успешного опыта в реализации добровольческих инициатив, а также реализация добровольческих проектов на территории Ненецкого автономного округа. На сегодняшний день в ресурсный центр «Добровольчество Ненецкого округа» поступило 13 заявок. Срок приема заявок – до 27 ноября. После чего до 5 декабря конкурсная комиссия подведет итоги. Именно победителей назовут на «Слете добровольцев», который состоится в конце декабря. По всем вопросам можно обращаться по телефону 8-800-18-53-6-01-88. Коробка добра. В торговом центре «Дружба» установили бокс для сбора подарков самым маленьким жителям региона. Любой желающий может опустить в бокс наборы для рисования, книги, пазлы, карандаши, фломастеры, раскраски. У нас здесь на плакате написано, какие игрушки можно, какие нельзя опускать сюда. Мы учитывая, что сейчас у нас все-таки коронавирус, и, соответственно, игрушка должна быть в упаковочке новенькая. Здесь рядом игрушечный магазин, можете свое принести. После того, как коробка будет наполнена, мы ее обработаем антисептиком и придаем больницу. Большие и мягкие игрушки, деревянные бьющиеся, деньги и продукты – это не весь список запрещенных предметов. О том, что можно подарить ребятишкам, подробно написано на информационном стенде. Мы, взрослые, можем помочь нашим детям преодолеть страх перед прохождением медицинских процедур. Ведь после прохождения данной процедуры каждый ребенок может выбрать для себя понравившуюся ему игрушку, и это будет являться наградой за то, что он без слез прошел данную процедуру. Хочется пригласить всех жителей Нейнского автономного округа, а также города Наринмара, принять участие в данной акции и, соответственно, подарить детям хорошее настроение. Акция продлится до 29 ноября. После подарки будут обработаны антисептическими средствами и будут доставлены в детскую больницу маленьким пациентам. 21 ноября – Всемирный день телевидения. Он приурочен к первому всемирному телевизионному форуму, который проходил в 1996 году. Праздник утвердили на 88-й Генеральной Ассамблее ООН, где обозначили главную миссию телевидения – борьба с заблуждением, нетерпимостью, расовой и национальной дискриминацией. О телевизионной кухне и тех, кто остается за кадром, расскажет Елизавета Кабанова. Я забыл, что говорить. Время новостей все исполнило. Время новостей на телеканале «Север» в студии Елизавета Кабанова. Здравствуйте! И в этом выпуске. Именно с этих слов начинаются новости на нашем телеканале. Но перед тем, как выйти в эфир, предстоит еще много работы. Телевидение – это синергия творческих людей. И все они заинтересованы в том, чтобы рассказать информацию, основанную на достоверных фактах. Сначала корреспондент находит тему, затем происходят поиски героев и съемки. Потом пишется сам сюжет. Корреспондент, по сути, автор сценария. А его верным помощником в донесении мысли выступает монтажер. В нашем случае это не просто техническая специальность. Все ребята – еще и режиссеры монтажа. Суть работы монтажеров – склеивание кадров, исправление дефектов, озвучки, а также цветокоррекции и многом другом. Работа монтажера зачастую – это усидчивая работа, очень кропотливая, требующая особого внимания и настроенности. Потеря концентрации может привести к неприятным ошибкам. Поэтому у каждого есть свои способы борьбы с трудностями, не в ущерб работе. Я делаю зарядку, стараюсь делать это каждый час. Ну, погулять по коридору, например, или попрыгать. В принципе, помогает. И не только я это делаю, мы всем делом стараемся вести здоровый образ жизни. Ну, чтобы глаза не уставали, зачастую приходится их закрывать просто руками. Пять, одну минуту, две минуты посидеть просто с закрытыми глазами, и тогда, скажем так, отпускают. И начинаешь дальше работать. На телеканале «Север» выходит много различных программ собственного производства. В работе над ними задействованы корреспонденты, ведущие, телеоператоры, монтажеры, а также режиссеры эфира и звукооператоры. Сердце телеканала – аппаратно-студийный блок. Все, внимание. Приключай. Работа на камеру, переключай. Студия телеканала «Север» – Ольга Рус. Это работа в прямом эфире. В отличие от программ записи, здесь нет второго шанса ни для ведущего, ни для оператора, ни для режиссера эфира. Сделанную ошибку нельзя будет исправить, поэтому телевизионщики сосредоточены на прямых эфирах, как никогда. Наш департамент, при ней наш округ вошел в число. К программам записи все также относятся более чем серьезно. Но бывают и смешные казусы. Кто-то неправильно поставит ударение или же прочитает абсолютно не то слово, а может и просто собьется. Исправить можно. Здравствуйте, Илья. Здравствуйте. Здравствуйте, Илья. Монтажеры, собирая программу как пазл, исправят все ошибки студии. Вечерние новости, когда сюжеты собираются один за одним, это своего рода конвейер с бесконечными кадрами. Здесь помогают только терпение и опыт. Случаются и технические ошибки. Работа монтажера связана также с наложением так называемых титров и субтитров. Бывает такое, что происходят различные ошибки, к примеру. Есть такая вот функция Ctrl-C, Ctrl-V. И бывает иногда вместо Ctrl-V образуется цифра 5 такая римская. Вот у нас был случай, один из высоких чинов получил у нас звание пятый. Работа на телевидении очень интересная. И это командная работа. Один здесь в поле не воин. Многие телевизионщики универсалы, как герой этого сюжета. Монтажер Илья Сахаров ведет программы на телевидении и радио. Всегда может заменить ведущего прямого эфира в телевизионной студии, провести пресс-конференцию и брифинг. Наши монтажеры и режиссеры эфира могут работать и в качестве телеоператоров, если этого требует необходимость. Елизавета Кабанова, Антон Водряков, Владислав Носкин. Телеканал «Север». Что первично, материя или сознание? Основной вопрос философии. Ежегодно в 3-й четверг ноября по всему миру отмечают День философии. Науки о наиболее общих законах развития природы, общества и мышления. Реятельности того и другого святого. Объяснение темы для студентов и контрольные вопросы. Уже более 30 лет Галина Брониславовна преподает ребятам основы философии. Сама, так скажем, профессия преподаватель, если я ее избрала и 30 лет по этой стезе, то, конечно же, это ежедневное, каждодневное общение. Одни выходят, другие студенты приходят. Галина Медведева выпустила уже не одно поколение профессионалов. Сейчас для преподавателя главный стимул к работе – это хорошие успехи студентов. Это будет человек достойный, в будущем работать. И к нему буду относиться с уважением. Значит, мы тоже вложили частицу своего труда, вложили себя в этого человека. И очень приятно, когда наши выпускники, когда мои ученики становятся, и иногда, как я говорю, становятся лучше своего учителя. И это здорово. Галина Брониславовна преподает философию. Это направление выбрала она не случайно, ведь философия – это особая форма мыслительной деятельности человека, направленная на всеобъемлющее рациональное осмысление мира и бытия человека в нем. Наука увлекательная, интересная. Интересна тем, что она дает возможность молодому человеку приобщиться к истокам философов, мудрости древней, научиться видеть себя в этом мире, познать собственные интересы, ценности, идеалы, определить свою точку смысла жизни. Как бы странно это ни звучало, но философию мы изучаем с детства. Даже слушая сказки на ночь, ребенок уже начинает впитывать и осознавать происходящее. Наше мировоззрение, которое складывается в процессе, оно так или иначе начинается с основы, с минимального, так скажем, с мифологического мировоззрения. А где оно у нас? С детства, через сказки, легенды, когда мы научаем определенным ценностям, интересам, когда дети дают вопрос, зачем, почему, как. То есть, наверное, поэтому и философия возникла, как говорят философы, из любопытства нередко и любознательности. Люди часто не замечают, что основа культуры и общественной жизни базируются на основах философии, взаимодействия субъектов и объектов. Философия изучает мир в целом. Общие законы бытия, законы диалектики, связи между разными сферами бытия. Частные же науки изучают законы отдельных сторон действительности. Ну, назвать, наверное, ее даже наукой чисто нельзя. Она аккумулирует данные большинства наук, всех наук, и гуманитарных, и естественно-научных знаний, которые существуют вообще в мире. Она основывается, базируется на результатах этих исследований. Она сама не проводит опыты, но она аккумулирует результаты этих наук. Философия, она такая многогранная. Из нее, например, вышла такая наука, которая сегодня самостоятельная. Это психология, это логика. Но философия, мы говорим, как раз выстраивает мозг, научает, дает структуру. Философию чаще всего воспринимают как дисциплину статическую и практически не имеющую отношения к современности. Или даже не как дисциплину, а вовсе как некую мудрость веков. Но время не стоит на месте, и философия уже давно представляет собой не только кантовский критицизм. Сегодня философия – это целая сеть исследовательских проектов, направленных на то, чтобы осмыслить настоящий момент в новых категориях. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует...